Hello and welcome to the club, buddy. Что касаемо трейлера, смотря его я чуть ёбу не дал. Нарисован-то он замечательно, спору нет. Но что тут происходит? 43-й год, оккупированная фашистами Италия. Нам показывают просто ужасную картину. Ой, нету. Немец беспощадно где-то на задворках закрывает итальянский флаг своим флагом. Граждане спокойно ходят за едой в магазины, ходят по улицам без присмотра и прекрасно живут. Добровольно предлагают немчуру свои припасы, за что тот их покорно благодарит. Ну, в общем, картинка просто апофеоз всего ужаса войны. Прямо сразу в этих солдатах узнаются фашисты. Но тут внезапно какие-то шизики с тазиками и тарелками на голове решают помочь жителям этого города, разрушив его и убив, наверное, половину этих самых граждан. Нет, серьёзно, сюда просто внезапно влетают два тихоходных тяжёлых танка. Наверное, внезапно, потому что патрулировал окрестности города один жопоглазый классический фашек, который ни тяжёлые танки, ни десантируемые самолёта войска увидеть не в состоянии. Притом все остальные фашеки обустроили какой-то муравейник в церкви, набившись настолько плотно, что их может смести парочка авиационных бомб. Идти под прикрытием танков, это, конечно, прикольно, но вот что случилось с этими танками после обвала на них каких-то зданий, я, честно говоря, так и не понял. Или Черчилля так боятся кирпичей, что при попадании хоть одного из них на крышу тут же самовоспламеняется и приходит в негодность? И тут Амерсбритом срывает с цепи своё тактическое мышление, где один просто стреляет с автомата в несколько танков, десятки солдат с пулемётами, и называет это, сука, прикрытие, а другой просто пробегает пять метров. Тактика! В бегущего целится лощёный... снайпер? С десяти метров? Он же входил в то самое здание, под которым и остановились Черчилля. А за ним в то же здание зашёл Хитман в шапке. У этого немца из-за комплекса неполноценности такой длинный прицел без увеличения, сука! Они находятся прям под тобой, дебил! Куда ты целишься с этого прицела, тем более? Хитман в шапке довольно-таки странный. Он предпочитает сперва зачем-то приподнимать ствол и только потом выстрелить. Ну, судя по звуку. А-а-а! Вы сюда высаживались, подбирались так близко, слили уйму солдат и две единицы техники, чтобы только потом сказать «Вызывайте самолёты!» А почему нельзя было сделать так? А в чём смысл всего того, что до этого было? Это и есть те самые герои? Героями их делает то, что они просто попросили самолёты скинуть бомбочки, которые разнесли половину мирно живущего в этом трейлере города! Настолько примитивная тактика оскорбляет не только реальные военные события. Она оскорбляет любой бой второго коха, в котором игроки генерируют тактику в сотни раз более интересную, чем в вашем трейлере. Ну да, зато сильная независимая потрогала винтовку. Блять, что я сейчас вообще смотрел? Как мне вообще можно понять происходящее в трейлере, если я, допустим, не знаю историю? Как я могу поверить в эту оккупацию, если она состоит только из символичной смены флага? Это не оккупация, это мирное сожительство с какими-то милыми солдатиками в чёрной форме. И на всё это мирное сожительство зачем-то нападают вот эти ребята в тазиках и тарелках и просто громят город. На этот раз нам покажут освобождение Италии в 1943 году. Кого? Или от чего? От сраного флажка? Чьи это герои? Кого и от чего они спасли? И что они вообще сделали? Такую всратую примитивщину для детишек с пародией на тактические действия, героические решения и хитманские заморочки просто невозможно придумать случайно. Я так понимаю, что те, кого можно назвать реликами, способны показать жестокими и ужасными только тех, кто боролся со злом. То есть советов. А вовсе не тех, кто этим злом являлся на корню. Поэтому фашисты, как уже привычно нам всем, будут простыми, добрыми и милыми солдатами. Настолько они прекрасны, что я правда не понимаю уже, за что они заслужили такую участь. Я бы на своем месте уже скорее советов перестрелял. Это какое-то намеренное отупление тех, кому это будут скармливать. Я вырву свои фразы из контекста и вставлю их сюда, чтобы выразить свое отношение к этому трейлеру. Уберите его от меня! Уберите эту суку! Я не хочу его видеть больше! Никогда!